Овна, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим, что вас ожидает в мае месяце. В начале, в середине и в конец месяца. И в конце месяца возьмем мы эту карту совета, что вам высшие силы подсказывает, да? Может, какие-то предупреждения или какие-то изменения для того, чтобы вы сделали. И первая карта для вас на начало месяца – это карта «Тройка мечей». Карта «Тройка мечей» говорит о том, что уже в начале месяца вы после какой-то болезненной ситуации. Может, для некоторых будет открытие какой-то правды, но это будет правда не очень приятная, да? Для вас может быть очень болезненно, да? Это может для некоторых касаться треугольника, да? Если это касается рабочего момента, то можем сказать, что, может быть, на вашей работе третий человек, да, может вас предавать, да? Может сказать ту правду, которую бы вы не хотели, чтобы кто-то, да, узнал. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Что это вас касается, что для кого? Это умеренность. Карта «Умеренность» говорит о том, что после вот этой правды, которая для вас откроется в начале месяца, уже в мае месяца, то вы должны будете принять какое-то решение, да? Вы будете всё-таки обдумывать, стоит дальше продолжать, если касается отношений, да, с человеком, вот эти отношения дальше, или всё-таки стоит, ну, ставить точку, да? Но то, что это то, что будет только от вас зависеть, да, только вы сможете это принять решение, да? И ещё хочу сказать даже для тех, которые откроются эту правду, да, может это отношение рабочее, постарайтесь вот в начале месяца, даже если это будет болезненно контролировать ваше внутреннее состояние, да, контролировать ваших эмоций, да, ваших чувств, потому что это будет, знаете, как скачок, да, что может быть вам уже в этих отношениях как бы всё изжило, да, вот всё как поставить точку, но вы всё-таки не можете отпускать человека. Здесь это может откроется эту правду для того, чтобы всё-таки вы приняли это решение. Самое главное, чтобы вы не находились вот в такой состоянии эмоционально, да, быстро что-то решить. Давайте посмотрим следующая карта на начало. Это карта Луны. Карта Луны показывает, что, может быть, ваша будет вот уже в начале, да, почему вы это, вы не сможете принять решение, потому что у вас будет страх, у вас будет неуверенность. А правильно вообще стоит вот это закончить? Или всё-таки стоит всё это сохранить? Двоинство, да, вроде бы, да, и нужно отпускать, что это болезненно, а всё-таки может всё-таки нужно сохранить, да, всё-таки может всё-таки попробовать ещё идти дальше. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта уже на середине месяца, что вам высшие силы подсказывает для вас, мои дорогие овны. Самое главное на середине месяца не конфликтовать, да, если это касается тех людей, одинокие, да, постарайтесь найти свой баланс внутри, да, вот ваше внутреннее состояние, не эмоционировать, да, контролировать себя. Те, которые в отношении, да, если даже для вас будьте какая-то открытая, да, вот что-то узнаете, не нужно вам, да, стараться, да, выяснять отношения, да, доказывать людям, да, потому что у вас могут быть потери силы, потери энергии. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца, мои дорогие овны, для вас. И это карта отшельника. Карта отшельника говорит, что даже если вы находитесь в отношении, вы можете себя чувствовать одинокий, да, вы можете иметь человека рядом, любимого, но всё-таки ваше самочувствие будет как одинокого человека, да, вы можете, да, вот, если эти конфликты, даже если вы не сможете, вы выйдете в этих конфликтах, вы можете себя потом сами винить, да, вы сами будете себя, да, в такой состоянии, что почему я вот это, а почему я не смог вот сохранить спокойствие. Поэтому будьте аккуратны и в начале, и в середине, мои дорогие овощи. Давайте первая, следующая карта для вас, это карта смерти. А карта смерти, что требует от вас завершения, тех, которые находятся в отношении, и понимаешь, что они проходят. Какой-то именно карта треугольника говорит о том, что есть измена в отношении. То здесь как бы показывает, что карта смерти завершение этих отношений. Те, которые одиноки, мои дорогие, у вас завершается какой-то период, вы после какой-то разочарования и начинания чего-то нового, после какой-то, знаете, пустые какие-то надежды. Вы очень долго ждали, может, вы не могли себя контролировать после какой-то предательства. И вот уже в середине мая месяца показывает, что карта смерти, коса как бы обрубает. Вот то, что вы как бы уходите. То, что было по-старому, у вас не будет. У вас идёт как бы новый этап в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, мои дорогие. Пятёрка Пентакли. Пятёрка Пентакли показывает, уходят какие-то проблемы. Те, которые в отношении, уходят из отношений. Но не стоит, как бы всё-таки стоит подумать и обдумывать, пока принять правильное решение. Для некоторых это показывает, что уход из каких-то ситуаций, в которые они уже изжились, в которые они были пустые уже, под конец уже от вас это уходит. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас. И это карта Ту Спентакли. То есть в Пентакли новый шанс. Для некоторой может быть новый шанс по поводу работы, по поводу финансов, какое-то новое предложение. Как я сказала вначале, может быть предательство на рабочем месте от третьего человека, которого вы не ожидали. И здесь вот под конец месяца у вас могут быть вот такое состояние, что вы всё-таки подумали, да, приняли какое-то решение, вы брали для себя какое-то время, да, быть в одиночестве и думать, стоит дальше продолжать, да. И что касается работы, что касается отношений. И всё-таки уже под конец у вас налаживается, да, уходят проблемы, да, ситуации, которые уже как пустые, да, какие-то пустые надежды. И начинание новое, да, здесь новый шанс идёт, именно что касается. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета для вас. Что вам высшие силы советовать, да, как себя вести, может, какие-то предупреждения, может, какие-то, знаете, подсказки для вас, мои дорогие. Давайте возьмём карта совета. Что вам советует шестёрка мечей. Вот же, как совет для вас показывает, да, переплыть к другим берегам, да, переплыть, да, к чему-то новое, да, всё-таки принять решение для вас нужно, вот именно в май месяце это всё зависит от вас, да. Для некоторых, те, которые уже проходят эту ситуацию, показывает, что вы уже, вот, вы приплывёте к новым берегам. Но всё-всё-всё-всё-таки зависит от ваших действий. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для того, чтобы вы посмотрели ваш личный расклад, обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране телефона. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.